Здравствуйте, уважаемые подписчики, слушатели и гости аудио-видеоблога врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение докладов из трудов Первого Украинского съезда невропатологов и психиатров, состоявшегося в Киеве в 1934 году, и напечатанного, то вернее труды которого были напечатаны в издании Украинской психоневрологической академии в Харькове в 1935 году ничтожным тиражом в 1600 экземпляров. В данном аудио-видео-отрезке я, доктор Джордж Горбатов, зачту последнюю такую основополагающую статью доцента Иосифа Григорьевича Равкина из Москвы «Структура и клиника так называемого травматического невроза». Итак, доцент Равкин, И.Г. «Структура и клиника так называемого травматического невроза». С теоретической точки зрения проблема так называемого травматического невроза представляет исключительный интерес. Знакомя нас с различными формами так называемых психогенных реакций, эта проблема во всей остроте ставит вопросы о сущности реактивного взаимоотношения и разграничения реактивного и процессуального, функционального, психогенного и органического. Тенденциозные установки в отношении понимания сущности так называемого травматического невроза, вытекающие из классовых интересов буржуазных ученых, обусловили поверхностный подход к изучению этой проблемы. И именно этим можно объяснить то, что реакции, возникающие вслед за травмой, благодаря их своеобразной форме, проявления легко относятся к симуляции, к реакциям, связанным со стремлением к домогательству и, в лучшем случае, к истерии. Анализ нашего материала, охватывающего 70 случаев, из коих более половины находится под нашим динамическим наблюдением в течение 3-5-8 лет, привел к совершенно иным, неожиданным для нас результатам. Он показал, что своеобразно протекающие психогенно окрашенные симптомы и симптомокомплексы в этих случаях, особенно если они приобретают стойкий характер, часто обусловлены не реактивно, а процессуально. То есть, иначе говоря, мы часто имеем дело не с неврозом, как таковым, а с процессом. В клинике того симптомокомплекса, который относится к так называемому травматическому неврозу, следует различать три основные стадии его развития. Первое – острое состояние, начальная стадия. Второе – фиксированное состояние, стадия последующего развития. И третье – исходное состояние. Когда говорят о травматическом неврозе, то обычно имеют в виду, главным образом, вторую стадию – стадию фиксированного состояния. Внешние проявления этой второй стадии часто бывают одинаковы, независимо от того, какой его характера была травма, приведшая к этой реакции, был ли ушиб головы, конечность или другой части тела, или же ушиба как такового не было, а было лишь влияние одного эмоционального момента – страха. При этом, конечно, исключаются все те случаи, которые сопровождаются повреждениями мозга, огнестрельные ранения и другие, приводя к быстрому развитию органического заболевания с ярко выраженными очаговыми симптомами. Эта вторая стадия в большинстве случаев изучается изолированно вне связи с начальным и конечным звеном, что в значительной степени препятствует вскрытию истинной сущности тех симптомокомплексов, которые относятся к так называемому травматическому неврозу. Более углубленное изучение развития болезни от первого звена до последнего показывает, что наряду со сходными моментами мы имеем и различия, зависящие от особенностей травмы и от первичной начальной реакции на нее. В острой начальной стадии можно различать реакции двух типов. Первая – обусловленную в основном экзогенным моментом – травмой. В значительно меньшей степени – конституциональными и констеллятивными моментами, например, сильный ушиб головы чаще всего приводит к потере сознания у различных лиц. Эту реакцией можно назвать травматической в узком смысле – непосредственной реакцией на травму. Вторая – обусловленную не столько самой травмой, сколько конституциональными и констеллятивными моментами. Готовность к определенному типу реакции, установке, определенная подготовка сознания – Розенштайн. В этих случаях, в отличие от травматической реакции в узком смысле, мы будем говорить о метатравматической реакции – опосредованной. Имея в виду, что травма в данном случае оказалась лишь толчком к развитию реакции. Реакция – травматическая реакция, поскольку она обусловлена экзогенным моментом, носит более или менее сходный характер в различных случаях и может быть отнесена к экзогенному типу реакции в узком смысле. Мета-травматическая реакция, поскольку она обусловлена главным образом индивидуально-конституциональными и констеллятивными моментами и метапластически отображает травматическую ситуацию, более разнообразные по своим внешним проявлениям. Последние дают основания отнести реакции к широкому кругу аффективных, так называемых психогенных. Не вникая пока в сущность симптомокомплекса, перейдем к дальнейшему описанию. В так называемой метатравматической группы отметим реакции двух видов. Первое. Понятные, истинные в смысле Ясперса реакции, то есть такие, содержания которых находятся в понятной связи с переживаниями. Это эмоционально насыщенные реакции, в которых травматическая ситуация отображается яркими узорами. На первом месте здесь часто страх. В этих состояниях нередкие реактивные галлюцинации и реактивный бред. Второе. Парадоксальные реакции, то есть такие, содержания и проявления которых мало отображают травматическую ситуацию. Они неадекватны раздражителю. В этих случаях, прежде всего, обращают на себя внимание различные расстройства двигательных и интеллектуальных функций, которые носят своеобразный, утрированный, шаржированный характер. Схематически, несколько искусственно, эти реакции можно было бы разделить на Первую. Реакции с преобладанием двигательных расстройств, которые, в свою очередь, могут быть разделены на А. А. Дискинетические, гиперкенетические формы, резкие гиперкинезы, расстройства координации, расстройства речи, астазия и абазия. Б. А. Кинетические формы, сопровождающиеся иногда полной обездвиженностью и безучастным отношением к окружающему. В этих случаях больные нередко напоминают тяжелых, органических больных. И второе. Реакции с преобладанием интеллектуальных расстройств, псевдодементность, дурашливость и другие. Каждая из вышеуказанных начальных острых реакций может привести в своей дальнейшем развитии ко второму этапу – фиксированному состоянию. Однако наиболее часто к нему приводят реакции, которые отнесены нами в группу парадоксальных. Фиксированное состояние, то есть второй этап так называемого травматического нероза, эмоциональные травматические реакции, в основном характеризуются следующим. На общем, астеническом или реже, астеническом фоне выделяется какой-нибудь симптом или группа симптомов, которые целиком приковывают к себе внимание больного. Эти симптомы приобретают особенно стойкий, фиксированный характер и отличаются тем, что резко усиливается под влиянием определенных моментов и определенной ситуации. Фиксируются обычно те или иные симптомы, развившиеся вслед за перенесенной травмой или же то эмоциональное состояние, которое испытывал больной в момент переживания самого факта травмы. В первом случае фиксируются, главным образом, моторные расстройства во втором, или чувство страха, или чувство боли. Когда фиксируются моторные расстройства, выбор симптомов для фиксации обусловливается двумя принципами. Первым принципом понятной внешней связи между симптомом и характером травмы по типу примитивного мышления. Из всей массы симптомов фиксируются именно те, которые внешне могут быть поставлены в связь с характером травмы. Если, например, после ушиба головы появилось расстройство походки, тремор головы и тик лицевых мышц, то обычно фиксируются два последних симптома. Если был ушиб правой стороны, то обычно фиксируется расстройство справа. Второе принципом понятной связи между внешними проявлениями и теми переживаниями, которые испытал больной в момент травмирования. То есть фиксируются те моторные расстройства, которые характеризуют эмоцию страха, ужаса, как застывшее лицо, устремленный неподвижный взор, дрожащий голос, гиперкинез. В этих случаях симптомокомплекс нередко напоминает органическое поражение центральной нервной системы. Когда фиксируются моторные расстройства, то чаще говорят об истерической фиксации. Когда фиксируется чувство страха у больного, развивается вначале безотчетный страх, который затем дифференцируется в отношении моментов травматической ситуации, а затем он часто получает генерализованный характер. То есть появляется страх и в отношении тех моментов, которые весьма отдаленно напоминают травматическую ситуацию. В этих случаях часто симптомокомплекс носит окраску невроза или истерии страха, взято в кавычки. Нередко фиксируется болевое ощущение, связанное с ушибом. Больной фиксирует внимание на ушибленном месте, болезненные ощущения фиксируются чрезвычайно долго. В этих случаях развивается обычно ипохондрический симптомокомплекс. Все вышеуказанные симптомокомплексы чаще развиваются на астеническом фоне. На астеническом фоне развиваются теперь сравнительно редко встречающиеся так называемые сутяжно-кверулянские формы. Мы далеко не исчерпали всех возможных форм того симптомокомплекса, который носит название травматического невроза, взято в кавычки травматического невроза. Кроме того, следует подчеркнуть, что наше изложение носит схематический характер и что часто мы встречаемся с переплетением различных симптомокомплексов. Развитие описанного нами второго этапа фиксированного состояния так называемого травматического невроза различно в зависимости от характера начальной реакции. Если начальная острая реакция на травму носила характер экзогенного типа, то есть была обусловлена травмой как таковой, то второй период развивается в одних случаях путем постепенного нарастания симптомов после острого периода. В этом случае нарастание идет следующим образом. После острого периода экзогенного типа реакции, травматические реакции в узком смысле, обычно развивается состояние, которое могло бы быть охарактеризовано как посттравматическое остыне, быстро выравниваясь в одних случаях, она в других постепенно усиливается. Наряду с этим часто идет и продукция новых симптомов, приобретающих своеобразную, так называемую психогенную окраску. Эти симптомы все более и более фиксируются и приводят ко второму этапу. В других случаях мы имеем постепенное нарастание тех микроорганических симптомов, которые развились в связи с травмой. Когда нарастание достигает определенной интенсивности, вызывая известную несостоятельность больного, то как бы в ответ на это развиваются новые своеобразные симптомы. Чем объяснить постепенное усиление органических симптомов, какой при этом происходит процесс, сказать трудно. Нередко развитие второго этапа фиксированного состояния травматической реакции развивается не постепенно, а внезапно, вдруг, неожиданно, под влиянием неблагоприятного момента. В этих случаях между первым и вторым этапом бывает длительный светлый промежуток. Второй этап находится в течение некоторого времени как бы в латентном состоянии. При начальной метод травматической реакции второй период, обратно тому, что наблюдает, почти всегда развивается постепенно. В этих случаях развитие несколько обратно тому, что наблюдается при острой травматической реакции. В то время как там мы имеем постепенное нарастание симптомов, мы здесь имеем постепенное снижение остроты явлений. Ряд симптомов пропадает, начинают выкристаллизовываться некоторые наиболее яркие симптомы, постепенно фиксирующиеся и создающие определенный фон, который обусловливает внешнюю форму реакции. Говоря об острой метод травматической реакции, следует указать, что она не всегда развивается вслед за травмой. Нередки случаи, когда она появляется некоторое время спустя после травмы. В отдельных случаях это скрытый период длится несколько дней, в других – несколько лет и возникает под влиянием какой-либо конфликтной ситуации. Таким образом, травма не всегда ведет к немедленному развитию реакции. Часто она лишь создает готовность к определенному типу реакции. Она как бы оставляет реакцию в латентном состоянии. В данном случае в латентном состоянии находится первый этап реакции. Под влиянием различных моментов могут быть переведены из латентного в явное состояние. Первое. Первый – начальный острый период мета-травматической реакции. Второй период – фиксированное состояние, последующее развитие. Третье – отдельные изолированные симптомы, находящиеся во внешней понятной связи с перенесенной много лет назад травмой. Патогенетически эти выявленные реакции и симптомы, как бы обусловлены, перенесены к прошлым травмой. Патопластически же они формируются часто из данной конфликтной ситуации. Однако, следует указать, что не всегда то, что мы понимаем под латентной реакцией, действительно является таковой. Дело в том, что некоторые реакции, которые по своему содержанию отображают целиком пережитую в прошлом травматическую ситуацию, оказываются вполне адекватными содержанию сознания и переживания в данный момент, то есть она как бы вполне адекватна мотивам ее породившим. Так, если, например, больной, контуженный в 1921 году на фронте и не давший тогда реакции, дает через 8 лет, в ответ на отказ от курортного лечения, типичную для так называемого военного травматического невроза реакцию, неадекватную данной ситуации, то она вполне адекватна переживаниям больного, который считает себя особенно обиженным именно в связи с тем, что он бывший участник войны. В данном случае, собственно, трудно сказать, находилась ли реакция в латентном состоянии или же соответствующие обстоятельства привели к определенному содержанию сознания, которое и обусловило данную форму реакции. В клинической картине того симптомокомплекса, который обычно относится к так называемому травматическому неврозу, можно схематически различать. Первое. Тот или иной симптомокомплекс, который характеризует собой данную форму реакции. И второе. Общий фон, на котором реакция развилась и который придает данной форме реакции определенную окраску. Этот общий фон обусловлен с одной стороны, а. Конституциональными моментами, которые придают индивидуальную окраску всходных по форме случаев, и б. Конституциональными моментами, которые придают различным формам реакции нечто общее, сходное, специфическое, а именно демонстративность симптомов, утрированный их характер, большая зависимость их от ситуации, то есть именно то, что является как бы типичным для так называемой психогенной реакции. Моментов, оказывающих влияние на характер, форму и интенсивность травматической реакции, чрезвычайно много. Основными факторами являются следующие. Первый. Травма, особенно интенсивность ее и локализация. Второе. Констиллятивные моменты, из которых следует подчеркнуть а. Установку, социальную направленность больного и его отношение к травматической или преморбидной по Кронфельду ситуации, что обуславливает определенную подготовку сознания. Б. Перспективный момент, развивающийся в связи с травмой, опасения за свое дальнейшее существование, здоровье и тому подобное. Третье. Конституциональные особенности. А. Склад личности. Конституция в более узком смысле. Б. Готовность к определенному типу реакции. Такие моменты, как переживания в прошлом, возраст, интеллект, тоже оказывает определенное влияние, но их значение больше вспомогательное, нежели основное. Не имея возможности остановиться на всех моментах, подчеркнем лишь некоторые из них. В отношении интенсивности травмы многие авторы указывают, что так называемый травматический невроз особенно часто развивается в результате незначительных травм и сравнительно редко после травм интенсивных. Этим наблюдением они пользуются для доказательства того, что так называемый травматический невроз не есть болезнь, что это симуляция, реакция, связанная со стремлением к ренте, то есть к пенсии. Если наблюдение, указывающее на то, что симптомокомплекс, носящий название травматического невроза, часто зависит от интенсивности травмы в той или иной степени правильно, то совершенно неправильный вывод, который отсюда делается буржуазными учеными. От них селу и городу буржуазные ученые, коммунистические, советские ученые. В данном случае мы имеем дело с общим для всех экзогенных влияний правилам. Интенсивные воздействия, благодаря резким пертурбациям, вызываемым ими в центральной нервной системе, ведут к реакциям специфическим для экзогенного типа и, в частности, для данного воздействующего момента. Слабые же экзогенные воздействия, вызывая нерезкие изменения в центральной нервной системе, являются части, лишь, чаще, лишь толчком для выявления и развития реакции, обусловленной индивидуально-конституциональными и констеллятивными моментами. Суть, однако, сводится к решению вопроса, являются ли своеобразные, лобильные, ярко-демонстративные симптомы, развивающиеся вслед за травмой, действительно болезненными проявлениями, или же это симптомы, произвольно образованные в связи с определенной установкой, скажем так, агровация или симуляция. Если мы согласимся с последним, то для нас остается совершенно непонятным, каким путем иногда совершенно внезапно развиваются симптомы и симптомокомплексы, весьма напоминающие истинные органические проявления. Нам будет также непонятно, чем в каждом отдельном случае обусловлен набор симптомов. Целый ряд фактов и наблюдений дают основание считать, что в основе многие как бы психогенно развившихся симптомов при так называемом травматическом неврозе лежит действительная неполноценность определенной мозговой системы, имевшая место до травмы. Под влиянием травмы эта неполноценность активируется и скрытой, делается явной. Мы можем таким образом думать, что различие симптомов в различных случаях обусловлено активированием патофизиологических механизмов, которые в течение длительного времени находились в латентном или компенсированном состоянии и под влиянием травмы выявились или декомпенсировались. С этой точки зрения интересны те факты, которые указывают на то, что истерические симптомы часто являются предвестниками аналогичных органических, и что многие так называемые психогенные истерические симптомы часто идут по линии усиления бывших ранее микроорганических симптомов. Правильность нашего предположения подтверждается третьим звеном так называемого травматического невроза, его исходным состоянием. Если выше, описанные нами формы второго этапа фиксированного состояния так называемого травматического невроза по своей симптоматике демонстративной, несколько шаржированной, лоббильной, в зависимости от ситуации, действительно имеет ярко окрашенный психогенный характер и иногда даже могут послужить поводом для отнесения их к симуляции, то третье звено – дальнейшая судьба симптома комплекса ярко всрывает, что вся своеобразная симптоматика второго этапа во многих случаях была лишь маской, скрывающей истинную сущность данного состояния, длительная. В течение многих лет наблюдения за больными, которым был поставлен диагноз травматический невроз, и у которых начальный первый и второй период действительно протекали по невротическому типу, как это мы описали выше, показывает, что почти ни в одном случае нет возврата к нормальному состоянию, то есть к тому состоянию, которое бывает до травмы. В огромном большинстве случаев мы имеем дело с типичным для процесса дефектным исходным состоянием. Эти так называемые «невротики» в кавычках или «травматики» в кавычках вскрываются в третьем периоде или как «органики» опять в кавычки с дефектным состоянием. Первый тип о так называемой травматической дементности, главным образом тех случаев, где травма, хотя и не очень интенсивная, сопровождалась более или менее длительной потерей сознания, в этих же случаях нередки и различные эпилептифорные проявления или второго типа мозгового артериосклероза в тех случаях, когда травмами подвергались лица сравнительно пожилого возраста свыше 40 лет. Или как шизофреники взяты в кавычки с теми или иными типичными для шизофрении дефектными состояниями или как весьма неопределенная группа так называемых травматических психопатий, которые дают все основания полагать, что в большинстве случаев это психопатия органического порядка. Так называемые органические психопатии, часто сопровождающиеся снижением интеллекта и отдельными органическими симптомами. Из 34 длительно прослеженных нами больных с диагнозом травматический неврог оказалось с органическим поражением 16, страдающих шизофренией 9 и так называемых травматических психопатий 9. Эти совершенно неожиданные результаты представляют большой теоретический и практический интерес. Они определенно указывают, что даже те случаи, в которых имеются весьма яркие признаки так называемого реактивного психогенного состояния, часто расшифровываются как процесс. Мы определенно можем сказать, что в тех случаях, где имеется длительно фиксированное психогенное реактивное состояние, протекающее с богатой продукцией симптомов, можно почти всегда под внешней маской своеобразных истерических, в кавычках, проявлений, обнаружить процессуальную сущность. Покуда процесс недостаточно еще интенсивно выявлен, симптомы оказываются весьма лобильными и, преломляя сквозь определенную констелляцию сознания, они приобретают своеобразную яркую, так называемую психогенную окраску. Когда же процесс достигает определенной интенсивности, процессуальные симптомы ярко выявляются и то, что называется реактивным налетом, снимается. Все это говорит о том, что те случаи так называемого «травматического невроза», которые длительно фиксируются и идут с большой продукцией симптомов, подозрительны в смысле процесса. Таким образом, круг так называемого «травматического невроза» при углубленном к нему подходе резко сужается и часто вскрывается или как органическое заболевание центральной нервной системы, или как шизофрения. Лишь в весьма небольшом количестве случаев мы имеем дело с психогенной реакцией в более узком смысле, с так называемой эмоционально-травматической реакцией по Розенштейну. При некоторых обстоятельствах эта реакция, фиксируясь, ведет к патологическому развитию личности. Ну, в двух словах, значит, сущность этой статьи. Значит, раньше травматический невроз рассматривался как невроз. Скажу сразу же, что сейчас такого диагноза нет, такой нозологической единицы нет. Значит, автор на основании своих наблюдений, доцент Равкин, будущий профессор, Иосиф Григорьевич, значит, он делает следующий вывод, что первоначальная или второфазная, так называемая, фиксированная фаза, это как бы, скажем так, флёр, да, как бы налёт, как бы налёт, что на самом деле, на самом деле, значит, нельзя говорить, что это травматический невроз, поскольку в третьей фазе проявляются признаки органические, органические, то есть на передний план выступает органика, психоорганика, вот, вот, а, скажем, такой эмоциональный фон, значит, истероидный, невротический фон уходит, и таким образом, таким образом, нельзя говорить о неврозе, а можно говорить о процессе, значит, то ли атеросклеротическом, то ли травматическом, то ли шизофреническом, вот, всё, в двух словах, значит, заключение этой статьи, что в подавляющем большинстве случаев так называемых травматических неврозах нельзя говорить о неврозах, нельзя говорить о функциональных, эмоциональных реакциях, а что на самом деле эмоциональные реакции, вот, первой и второй фазе, фазе фиксации, на самом деле являются проявлениями процесса, органического процесса, то ли на фоне микроэкции, микротрамм, микроорганики, то ли на фоне, значит, обострившегося или наросшего атеросклеротического процесса, то ли как проявление, как следствие шизофренического процесса, то есть органика, органика, поэтому, естественно, если в основе лежат органика, если в основе лежат органические повреждения, нарушения центральной нервной системы, то есть, скажем так, в головном мозгу, то говорить о том, что о травматическом неврозе не приходится. А надо говорить о том, что это процесс, органический процесс, как результат травмы. А то, что в первой и второй фазе происходит вот такая, значит, на первый план выходят, скажем так, психоэмоциональные такие проявления, невротические, истероидные, скажем так, причудливость, демонстративность, это на самом деле проявление не обнаруживаемое в той фазе органического процесса. А вот в фазе, значит, третьей, фазе исхода, когда появляется уже и дементность, легкие проявления, значит, в каком плане дементность, она может быть и настоящая, она может быть и в плане нарушения памяти, некоторого, скажем так, снижения когнитивных функций, и, естественно, появление каких-то органических, неврологических признаков. поэтому такие случаи нельзя называть неврозами, а надо называть, я даже не знаю, как он, значит, озаговляет, вот, значит, то есть, они не, не имеют права называться неврозами, потому что невроз, значит, по старым определениям тогдашним, вот, сейчас вообще такого диагноза нет, и группы такой нет, нету, вот, а по тогдашним, значит, взглядам невроз – это всё-таки наличие какой-то микроорганики или грубой макроорганики в центральной нервной системе, вот и всё. Сейчас, конечно, проще, сейчас мы сделаем магнитно-резонансную томографию или компьютерную томографию, увидим очаги глиоза, значит, такие, скажем, рассеянные, да, и всё, и мы скажем, да, это такие, действительно, органика, и вся симптоматика, она как бы вторична на фоне этого органических поражений, или мы увидим грубую, грубую, очаговую симптоматику, либо рассеянную, вот и всё. А тогда это было всё, значит, конечно, сложно и только клинически, почему? Потому что не существовало этих современных, вот, вот, скажем так, методов исследований, какие из себя представляет компьютерная томография или магнитно-резонансная томография. Но самое главное, я хочу сказать, не это. Самое главное в том, что в то время, как вы видите, вот я зачитываю статьи, в основном внимание, значит, исследователей, докладчиков, авторов, уделяется чему? Не лечению. Лечить нечем было. А? Патогенезу, этиологии и так далее, и так далее. Вот поэтому классификации и тому подобное, вот. А самое основное, что, чего желают больные, вот, чему должна служить медицина, это всё-таки лечение, это попытки помочь, вот. В то время не было средств помочь кардинальных, вот. Поэтому, поэтому и развитие психиатрии шло вот на таком, скажем так, теоретическом, исследовательском уровне, вот. А сейчас, а сейчас вообще вся медицина, она несколько протекает иначе. Она сейчас так называемая, значит, доказательно базируемая медицина, то есть она сейчас все основные статьи, все основные исследования базируются на чём? Вот. Какой препарат помогает, то есть доказательное, доказательное помогает, вот. А описательная часть, описательная часть, скажем так, медицины, она уже исчезла. Почему? Потому что клиника описана, и клинике клинической, значит, уделяется сейчас очень мало внимания, ну вот, мог быть, за исключением ковида, поскольку это совершенно новая, значит, вирусная инфекция, поэтому в настоящее время в отношении ковида идёт, конечно, и описательная часть, но всё равно основа, основное исследование брошено куда? На лечение и на профилактику, то есть на выявление препаратов, которые могут облегчить течение ковида, кардинально или частично, отсюда и такое обилие, значит, и спекулятивных, и фейковых, то лечат витамином Д, то лечат противомалерийными лечат препаратами, то противовирусными, то дексаметазон, вот, якобы, даёт, и вот, видите, в каком направлении, но, значит, именно в терапевтическом, параллельно, конечно, идёт и описание, симптоматика, значит, какие синдромы комплексы, какие синдромы наблюдаются при ковиде, вот, ну и профилактическое, поскольку это инфекция, прививки, 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 вот отличия нынешней медицины от тогдашней, вот, то самое касается, конечно, и психиатрии, психиатрии, вот, на этом я, доктор Джош Горбатов, завершаю чтение этой статьи доцента Иосифа Григорьевича Равкина под названием «Структура и клиника так называемого, так называемого травматического невроза», вот, и прощаюсь с вами до следующего раза, я, доктор Джош Горбатов, благодарю вас за проявляемый вами проявленный, проявляемый, вами интерес с моим чтением, и говорю до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова